Такое милое и комфортное утро самого умиротворенного Ленинского района. Да и самого дорогого, в котором горожане, ну некоторая его часть, упорно не платят на кварплату. Это утро визита судебных приставов. Да, есть и такая работа в нашем не самом спокойном обществе, да и городе. Ну а кто воду мутит-то? Ну естественно телевидение и немного радио в погоне за рейтингами. Ну вы представьте себе, как бы этот сюжет начинался на всяких там ТВ. Хотя что представлять-то? Чуть ли не через день маты, ругань, вынос дверей и мозгов, попись имущества и маски шоу. Да все это показуха, по сути призванная запугать и обозлить население. Сделать его неуправляемым и безмозглым животным. Ничем кроме страхов своих не интересующимся. Потому как на самом деле абсолютно спокойно, без надрыва и угроз ведется работа по... ...исканию задолженности по коммунальным платежам. Вот исполнительный лист познакомьтесь, пожалуйста. Постановление о возбуждении. Вы подходили к нам или к вам приходили уже? Я была когда, в прошлом году я была. В 10-м году, я посмотрю, вы были, да? Да, 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 да. С этого момента как-то что-то изменилось, вы, может быть, как-то частично гасите? Да. Можно квитанцию вашу посмотреть? Я не знаю у дочки, я ее документы не знаю, где они лежат. Она на работе. Но сейчас задолженность у вас какая по коммунальным? Я даже не знаю, она этой. Но она здесь у вас с вами проживает? Да. Они все... Просто на момент 10-го года у вас было 47 тысяч. Вот что с этого изменилось? Ну, они должны были платить. Сын же тоже работает, и она работает. Ага. Но они маленький ребенок. Вы идете также должником поисполнительному листу. Соответственно, в отношении вас также принимаются все меры принудительного взыскания задолженности. Вы знаете, но последние три кризисных года для меня, как для человека, уважающего закон, но и помнящего, как быстро и правильно развивалась разрушенная Россия по понятиям, принесли незабываемое удовольствие от общения с судьями всех уровней и судебными приставами. И это в действительности милые люди, призванные за весьма скромные условия решать главную проблему нашего далеко не самого богатого общества. То есть долги. Да, олигархи не попали, но 99% населения крупно попали в финансовую западню, организованную и спланированную банками. Да, слово «долги» заменило слово «счастье и радость», рожденных в СССР. Но мы можем с этим справиться, общаясь друг с другом с открытым лицом. Надо лицо это просто видеть, потому что есть отморозки, которые прикрываются именем честных людей. Мы все-таки боремся за чистоту жанра. Дело в том, что большое количество коллекторских агентств возникает, и все прикрываются словом «пристав». Как должен выглядеть судебный пристав? Начнем с того, что судебный пристав начинает свою работу с того, что на исполнение поступает исполнительный лист. То есть, значит, было судебное решение в пользу взыскателя, соответственно, есть должник. На исполнение поступает исполнительный лист, после чего судебный пристав выносит постановление о возбуждении исполнительного производства и высылает постановление должникам. Вызывает повесткой. То есть, как правило, если пристав приходит к должнику, то есть он в форменной одежде, как вы можете видеть, имеет про себе удостоверение судебного пристава. Дело исполнительное производство, с которым и копия может отдать должнику для ознакомления. То есть, я вот вижу, вот это фирменное, получается, знак судебного пристава? Да, жетон обязательно должен быть. Теперь я убедился, что судебный пристав не имеет какого-то нечеловеческого лица. Нормальные люди, абсолютно адекватные. Мало того, мы сейчас поработали с должниками, я не вижу, что вы там что-то арестовали, там унесли телевизор последний. Нет, конечно, бывает, что происходит арест имущества. Это тогда, когда должник уклоняется от исполнения судебного решения, не принимает никаких мер к погашению, хотя бы частично задолженности. Тогда приходится применять меры принудительного взыскания задолженности. Мы все в очень такой веселой ситуации, да? Все погорели, кризис там, еще что-то будет. Если человек хотя бы что-то платит, это уже проще? Скажу сразу, что существует такое понятие, как рассрочка или отсрочка судебного решения. То есть должник в силу там своей финансовой несостоятельности может обратиться в суд, предоставить документы, подтверждающие его на данный момент несостоятельность или возможность платить меньше, чем по судебному решению. И суд может вынести такое решение, как отсрочку или рассрочку платежа. То есть ближайшее, получается, решение Государственной Думы о признании банкротом физического лица, это ему поможет? Конечно. А давайте теперь уже о сумме, потому что понятно, да, ну там кредиты это одно дело. Кто-то брал, кто-то пролетел. Есть такая определенная обязанность платить за квартплату. Сколько магнитогорцы должны по Ленинскому району? Ну скажу, что сейчас на исполнении в Ленинском районе находится порядка 2-300 исполнительных производств, это значит 2-300 должников у нас. Сумма задолженности составляет около 45 миллионов. То есть потом уже не говорите, почему у вас плохо греют батареи, да, и стеклопакеты не поменены. Соответственно, если да, вы не платите коммунальные услуги, а от этого и их уровень, этих услуг, становится низкий. И, думается, стало чуть легче и проще. Да и это и есть задача телевидения. Разъяснять и вместе искать выходы из сложных и не самых приятных ситуаций. Ну а самый простой выход для многих откроется с началом осенней сессии Государственной Думы. На которой реальная партия власти и дело, Единая Россия, принят главный закон о защите нас, простых россиян. Закон, позволяющий нам признать себя обыкновенным банкротом, попавшим в сложную ситуацию. Закон, который позволит нам за пять лет решить свои финансовые проблемы путем реструктуризации, с замораживанием процентов по кредитам. Ну и, естественно, расписать на тот же период долги по судебным производствам. Закон в раз, позволяющий почувствовать себя человеком с лицом нормальным, человеческим, которое мы вам сегодня показали в сюжете о работе судебных приставов.